Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Олег Соловкин и в эфире проект интервью дня. 26 июня в Одесском музее западного и восточного искусства открывается выставка художницы современного искусства Яны Ланде под названием «В сторону света». Полотна, центральными персонажами которых стали чайки, звезды и маяки, в том числе знаменитый Воронцовский маяк Одессы, создавались художницей два года. Отмечу, «В сторону света» это первая персональная выставка Яны Ланде в Одессе. По ее словам, она наконец-то вернулась домой, но уже с багажом и опытом. А вот каким, мы выясним у нее самой. Сегодня художница Яна Ланде гость нашей студии. Здравствуйте, Яна! Ну и, наверное, с возвращением вас, что ли. Вот как интересно получается. Готовясь к нашей беседе, навел о вас справки и вот что выяснил. Вы родились в Одессе, более того, окончили Грековку, а вот выставляетесь в родном городе впервые, в то время как ваши работы представлены в коллекциях музеев Нью-Йорка, Лондона, Санкт-Петербурга, Москвы и Киева. Почему так? Училась в Одессе, но жизнь так себя повела, что мне пришлось уехать дальше учиться. И приезжала домой только на выходные к родителям и накапливала опыт. Очень страшно выставляться дома, потому что здесь тебя все знают. И очень не хотелось бы показаться с непривлекательной стороны. Но живя здесь, я поняла, что нужно выставляться, нужно показывать, что умеешь и что можешь. И, наверное, любые мои родные люди поймут и примут. А где, собственно, этот опыт приобретали? Я училась в Санкт-Петербурге и училась в Москве. И много очень путешествовала, ездила на всякие ярмарки по всему миру. В Америке, в Англии, в Париже, в Лондоне. Хочу рассказать нашим зрителям, что первая персональная выставка Яны Ланде, она называлась «Гимн и Ода», состоялась в Москве 8 лет назад. Это правда? Да, это была очень успешная выставка. И вот тогда же музей Гугенхайма в Нью-Йорке приобрел ваше полотно. Вот что это было за работа? Это был трон. Предыдущая работа, предыдущей работы до этой выставки я пыталась рисовать счастье. И мне казалось, что все современное искусство, оно построено на достаточно низменных темах. И художники пытаются возбуждать зрителя через не очень красивые вещи, вызывать эмоции, эмоции низменные. И тем самым эпатажем каким-то добывать свою популярность и известность. Мне казалось, что это ошибочный путь. И художник, он все-таки про прекрасное. И я стала искать какие-то позитивные смыслы. Мне хотелось нарисовать свое счастье. И я пыталась понять и определить, что для меня счастье. И я пришла к такому заключению, что счастье для меня – это растворение. Когда я растворяюсь в любимом человеке, в муже, в детях, или в работе любимой, или в Одессе. Мне кажется, что я частичка всего. Частичка этих пыльных улиц, или этого соленого песка, или птиц, которые летают на голову. И растворяюсь без остатков. Настолько растворяюсь, что не остается меня абсолютно, нет моих желаний. Но почему-то в этот момент я чувствую свою наибольшую целостность. Я наиболее счастлива, когда… Вы в эйфории. Это самое волшебное состояние. Я хотела его визуализировать. И найти визуализацию такого момента было очень сложно. Что и как, через что. Я начала думать, искать какие-то символы, знаки, которые нас окружают, для того, чтобы это было понятно. И мне попался такой символ, как красная чашка в горошек. Белый, который в моем детстве, наверное, в каждой семье был. И сервизы в горошек доставались на какие-то праздники, теплые приемы. И мне показалось, что эта чашка в горошек может стать таким символом этой теплоты, детства и вот чего-то того щемящего из того времени. Я стала рисовать чашки в горошек, которые потихонечку растворялись на фоне красных скатертей. Оставались одни в горошке. И происходило приблизительно то же самое, что со мной происходит в момент моего счастья. И мне очень хотелось позитивную эмоцию вызвать. Когда видели мои чашечки и чайнички в горошек, люди улыбались. И они так спрашивали, ты это серьезно? Ну, я правда очень серьезно, но мне было важно вызвать именно эту эмоцию улыбки. А улыбки такой достаточно... люди не смеялись надо мной, да? Они... картину вызывала эмоцию улыбки. И меня пригласила Московская Восточная галерея выставляться, зная, что я показывала свои работы достаточно влиятельным людям, им очень понравилось. Но принеся на выставку, кураторы сказали, что это не серьезно. Женское счастье, да кому оно интересно, нужно рисовать настоящее счастье. Я говорю, а какое же настоящее счастье? Говорят, настоящее счастье – это мужское счастье. Я говорю, хорошо, я сейчас нарисую мужское счастье. Я стала изучать, как в истории изображались счастливые мужчины. И это было очень сложно, потому что счастливых мужчин изображалось немного. Все они какие-то были страдающие куда-то. Но те, которые уже нашли свое счастье, они сидели и никуда уже не шли. И это были полубоги-полулюди, это какие-нибудь фараоны, зевсы, бог. И по представлению людей они уже счастливы. И мне показалось, что их объединяет всех трон. То есть они уже нашли свое место, они сидят и властвуют. И был поиск вот этого трона. И я поняла, что нет смысла рисовать ни трон Наполеона, ни трон, я не знаю, какого-нибудь там французского или русского царя, фараона. Потому что смысл – место. Я нарисовала обычный стул, который был на фоне гербов и назвала его трон. В то время российский трон был пустой, не было президента. И получилось, что очень актуально. Вот на данный момент из своих работ вы считаете эту самую удачную или нет? Нет, я считаю, что в каждой серии есть такая звездная работа. А как вообще относитесь к своим работам? Для меня это большой труд. Я очень много лет училась. И мне это не очень легко дается, потому что для меня это глубокие переживания. Для меня это, чтобы приступить к какой-то серии работ, я много времени провожу в изучении того, что сделано на эту тему, кто что говорил. И пытаюсь почувствовать, насколько это на меня ложится, на мое понимание. И как бы я хотела это отобразить. И не значит, что я говорю на какие-то новые темы. Я говорю только на те темы, которые меня волнуют сегодня, в данный момент. А что больше всего любите рисовать? И где для вас подходящая атмосфера для творчества? Я очень люблю мегаполисы. И люблю международные, интернациональные города, где есть такая живая жизнь. И где очень много смешанных разных культур, народов и национальностей. И поэтому для меня Одесса во многом очень любимый город, потому что здесь намешаны крови разных людей. И в таком сочетании всегда возникает много талантливых и очень интересных людей. И люди, наверное, это самое ценное, что есть в моей жизни. Потому что все остальное, оно такое совсем, ну, как материальное, приходящее, уходящее. Но вот настоящие люди, они оставляют такой след во мне, на моем мировосприятии, что отчасти вот моя выставка сегодня в музее, она будет посвящена вот этим волшебным людям, которые встречаются на моем жизненном пути. Мы к ней обязательно еще вернемся, но я хочу все-таки немного узнать о вас. Вот как много времени посвящаете вообще творчеству? Всю жизнь. С какого возраста? С четырех лет я, наверное, знала, что я буду художником. Я с того, может быть, раньше, но я себя помню с карандашом с этого возраста. Естественно, рисовала на обоях, что для родителей было очень тяжелым шоком, потому что обоев в моем детстве это была роскошь. И когда ребенок с карандашом дорисовывал цветы, это было для родителей не очень радостным событием. Я участвовала в каких-то конкурсах детского рисунка, выигрывала книжки с репродукциями великих художников. И я поселялась в мир этих книг. Я очень люблю книги, и я многим художникам помогала делать каталоги, потому что я сама художник и очень люблю книгу. И мне кажется, у меня есть свое видение и понимание, как работу художника положить на страницу печатную и оставить обаяние то, которое художник вкладывает в свое произведение. Но когда про других художников что-то понятно, ничего не понятно про себя. Я очень много сделала каталогов, повторяюсь, но у меня моего пока еще нет. Откуда черпаете вдохновение? Самое первое – это, конечно, люди и общение с людьми. Самое важное – ну и, конечно, подключение к космосу. Яна, вы позиционируете себя как художник современного искусства, но сегодня многие ценители относятся к современному искусству хуже, чем к классическому. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Вот в чем отличие между классическим искусством и современным, и что для вас значит современное искусство? Здесь достаточно сложный вопрос, потому что есть современное искусство, есть актуальное искусство, есть концептуальное искусство, оно все относится к современным течениям, есть старое искусство. У меня классическая школа, и я считаю, что я со своей классической школой могу делать что угодно, и оно все равно будет достойно. Мне не будет за это никогда стыдно, потому что школа настоящая, очень сильная. Это Одесское художественное училище, которое воспитывает и выращивает невероятных мастеров своего дела. Но для того, чтобы стать потом художником, нужно иметь свое мировоззрение, нужно уметь чувствовать, пока и должно быть, что сказать людям. Художником становится лишь тот человек, которому есть о чем сказать. Мне кажется, что мне есть о чем сказать, но дальше возникает следующий вопрос. Интересно ли людям то, о чем я говорю? И выставки, они нужны именно для того, чтобы этот диалог состоялся. Вот и давайте дальше о предстоящей выставке. Итак, стартует она 26 июня, как я уже говорил, в Музее Западного и Восточного Искусства на Пушкинской. который продлится до 13 июля и называется «В сторону света». Вопрос соответствующий. Почему название такое и где она «В сторону света»? «В сторону света» — это весь мой жизненный путь, потому что самый главный живописец — это свет. Свет нам дает ощущение цвета, формы. И свет — это, как и в прямом и переносном значении, это любовь в сердце, это Бог, в Которого мы можем верить или не верить. Это то, что нам дает силы. И я думаю, что музей может тоже считаться как институция, которая несет людям просветление и свет. И, может быть, это даже больше не название моей выставки «В сторону света», а то движение, в котором мое направление и то, куда пойдут люди, они тоже будут двигаться в сторону света. И главная цель выставки — привлечь людей в музей, чтобы музей стал более открытым для посетителей. и посетители не воспринимали музей как что-то старое и уже обветшавшее, немодное музеи. Вроде современное. Музеи тоже живые организмы, и они нуждаются в заботе и любви. Мне очень кажется, очень надеюсь, что на своем примере и опыте у меня получится немножко сдвинуть наше мышление в эту сторону. Сколько картин планируете вы сделать? Будет 10 живописных картин и арт-объект, о котором я постараюсь ничего не говорить, потому что это главная интрига моей выставки. Но Первому городскому можно? Нет, 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 нет. Все, пожалуйста, приходите в 4 часа, постарайтесь не опаздывать, в воскресенье на Пушкинскую 9, потому что на открытии будут некие спецэффекты. Я очень хотела воссоздать какую-то атмосферу, создать то, что обычно делают во всех музеях в мире. На экспозициях кураторы выстраивают пространство так, чтобы зритель, попадая туда, мог почувствовать что-то, что чувствует художник, не только глядя на полотно, а попадая в какое-то пространство. И технические возможности музея не позволяют в течение нескольких недель. Поэтому ждем всех на открытии, кто хочет почувствовать и окунуться в атмосферу современного искусства. Как рождались образы этих картин? На моих картинах чайки, звезды и маяки. Главный маяк для меня – это любовь. Потому что если в сердце есть любовь, то человек не ошибется в жизни, он не собьется со своего пути. Звезды – это то, что нас охраняет, оберегает. И по звездам можно ориентироваться. Звезды указывают нам путь, куда двигаться. Каждый верит в свои звезды. Мои звезды нарисованы на голубом небе, как напоминание о том, что небо… Даже когда мы звезд не видим и не знаем, и не думаем о том, что нас кто-то бережет и охраняет, или что-то нас ведет, это все равно есть. И птицы, наверное, это тема, которая проходит через ряд моих работ. Птицы, наверное, как душа человека, который всегда стремится к высоту и к свету. Понятно. Картины ваши можно будет приобрести? Картины в музее нельзя приобрести, но можно будет приобрести после выставки. У меня на сайте есть дилеры, галереи, которые представляют меня. Я очень надеюсь, что работы будут куплены, потому что я заявила о том, что часть от прибыли я перечисляю в фонд музея на развитие и движение выставочной деятельности музея. Мы уже проделывали какую-то работу и надеемся дальше двигаться в этом направлении. И зовем всех, и ждем. Музей открывает, презентует новую программу на моей выставке. И называется «Клуб друзей», где практически каждый, втупив клуб, став обладателем клубной карты, сможет принимать более активное участие в жизни музея. Я уж не знаю, насколько корректным будет следующий вопрос, но насколько дорогие ваши работы? Дорогие, дорогие. Дорогие работы, да? Хорошо, тогда я все-таки вернусь к интриге. Вот читал о том, что главной интригой проекта станет арт-инсталляция «Лжемаяк» она называется, так? Ну, хоть какие-то подробности нам расскажете? Выставка будет состоять из двух частей про свет, да? Но чтобы мы не можем почувствовать свет, пока мы не узнаем, что такое тьма. И выставка будет состоять из двух частей, да? Темной и светлой. И мне на самом деле кажется, что все состоит не из черного и белого, как обычно говорят, а что всегда есть что-то третье. И вот это третье, оно такое божественное, тонкое и очень незаметное. И для того, чтобы что-то получилось, должно быть что-то третье. Вот у меня будет свет, тьма, и мне нужен зритель. Спасибо даже за это. В самом конце нашей беседы я хочу поинтересоваться вашими планами на будущее. Я бы очень хотела построить в Одессе музей новейших течений. Для чего? Для каждого города, для страны очень важно искусство и культура, и развитие этого, потому что уровень культуры в стране показывает вообще уровень страны на мировой арене. И только искусство помогает пройти этот путь более коротким путем. Я думаю, что я патриот, и я профессионал в своем деле, и я думаю, что я могу стране помогать, делая то, что я умею делать, выкладываясь на все 100%. У меня есть такая мечта, пока это только мечта, есть какие-то эскизы, но я очень надеюсь, что у меня получится свою мечту воплотить в жизнь. От себя лично хочу пожелать вам дальнейшего вдохновения, ну и, конечно, пусть все планы и мечты сбываются. Всех можете пригласить прямо на эту камеру еще раз, сидя на выставке. Спасибо вам большое. Ждем всех на Пушкинской 9 в это воскресенье в 16.00. Просьба не опаздывать. Жду всех, встречу всех лично. Спасибо. Художник современного искусства Яна Ланде сегодня была гостем нашей студии. Вы смотрели интервью дня. До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова